И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Роблокс! Сегодня, друзья, мы вместе с вами поиграем в игру в кальмара. Я думаю, что многие уже просто в неё тупо заигрались, но, друзья, сегодня, ещё раз повторюсь, это новая карта, в которую я играл совсем чуть-чуть. Здесь всё по-другому, здесь другие испытания, соответственно, другие награды даже, по-моему, и, соответственно, мы сейчас будем играть. Также я обязательно возьму какой-нибудь трейл, у меня есть вот такой вот бесплатный. Давайте его возьмём и посмотрим, как он выглядит. Так, пока что он у меня, по-моему, не отображается. Сейчас проверим ещё разочек. Эквип. А, нужно обязательно быть в группе, ё-моё, смотрите-ка. То есть не получится взять трейл, если ты находишься не в группе. Ну ладно, хорошо, окей, да пускай будет так. Это не обязательно, просто это было бы прикольнее, интереснее, ну и смотрелось бы куда приятнее. Так, сколько у нас секунд остаётся? Давайте посмотрим. 10 секунд. Игроков, на самом деле, очень много, вы посмотрите. Даже несмотря на то, что хайп сейчас, ну, немножечко опустился по поводу этой игры в кальмара, тем не менее, народу очень много, люди играют. Да и я и думаю, если вы смотрите, то вам тоже интересно, чем же закончится вся эта движуха. Итак, давайте, погнали. Смотрите, самое первое испытание у нас, всё как всегда. Уже, мне кажется, просто даже не нужно объяснять то, что здесь происходит. На красный свет мы стоим, на зелёный идём, всё как обычно. Но, кстати говоря, именно вот в этом испытании вот эта вот кукла, она более агрессивная. То есть она в любой момент может прекратить давать зелёный свет, в любой момент может включить красный. И за счёт этого игра реально становится сложнее. То есть вот эта карта здесь больше для, ну, можно сказать, опытных игроков. Так, зелёный свет, давайте идём. Ага. Кстати, ещё я заметил, что здесь нет никаких препятствий. То есть, я на некоторых картах, здесь ещё бывают препятствия, но здесь их нет. Так, ну, пока что, кстати, все живые. Я думаю, что все натренировались уже просто. И, скорее всего, после первого испытания останется очень много выживших. Так, пока всё хорошо. Мы прошли буквально практически половину поля. Ну, почти половину. Так, ещё раз зелёный свет. Идём, 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 идём. Я, наверное, заранее буду останавливаться, чтобы случайно не умереть. Так, она вроде бы... Нет, пока вроде бы она хорошо диктует условия. Но я знаю, когда мы будем подходить к концу, она будет гораздо жёстче использовать свои способности. Посмотрите. Так, пока вроде всё нормально. Так, надо дойти до самого конца. Вообще, как я увидел, умерло всего-то немного человек. То есть там 4 или 5 человек. С учётом того... Ой, это кто такой откинулся? Фига себе. Прямо перед самым концом... Там, кстати, смотрите, что-то светится интересное. Что это такое? Какая-то штучка, её забрали. Непонятно, что это было. Короче, здесь реально погибает очень мало народу. Но, тем не менее, смотрите, большинство прошло. И вот дальше будет самое интересное. Сразу скажу, что здесь испытание с печенькой достаточно простое. То есть оно здесь не сложное. Но, по-моему, всего лишь даётся одна попытка. И, кстати, мне больше нравится на этой карте то, что здесь адаптировали под Хэллоуин. Смотрите, поставили вот такие вот тыковки. Кстати, судя по всему, это текстура дерева. То есть они из дерева. Но, тем не менее, это напоминает нам Хэллоуин. Мне очень интересно, что будет накануне Нового года. То есть я думаю, что ей оденут какую-нибудь шапку, знаете, новогоднюю. Здесь будут не тыквы, а подарки. Ну, и это, конечно, будет выглядеть очень празднично и атмосферно. Так, что там делают ребятки? Смотрите, у нас остаётся ещё 40 секунд. Ребятки балуются. Просто красный свет, а как он прыгает? Она залагала, что ли? В чём прикол? Подождите, не совсем понимаю. То есть красный свет, а они почему-то ходят. А как они это сделали? Очень странно выглядит. Может, это какой-то лак? Или, может быть, у них какие-то суперспособности? Не совсем понятно. Либо это, наверное, те игроки, которые уже прошли. И, соответственно, на них эта кукла не работает. Да, скорее всего, это так. Так, в любом случае, у нас сейчас остаётся 13 секунд, и мы с вами перейдём на новую карту, где условия будут гораздо сложнее. Так, смотрим, что они тут наделали. Какая-то ёлка там прыгает. Господи, что происходит? Вот всё как всегда в Роблоксе. Всё как всегда. Так, красный свет. Всё. Ну, игра закончилась, по идее. Посмотрим, кто выжил. Все игроки дошли до конца или умерли. Ну да, это логично, это очевидно. Но я всё равно за эту линию немного боюсь заходить, поэтому не буду. Давайте перейдём к следующему испытанию. Что у нас тут? Это печенюшка. Отлично. Мне, кстати, нравится на этой карте, что сразу перекидывает нас следующее задание. То есть мы не сидим в лобби, не ждём ничего, а сразу переходим к следующему испытанию. И это, конечно, огромный плюс, потому что мы с вами экономим очень много-много времени. Так, смотрим. Печенюшку дали зонтик. Ну окей, окей. Зонтик так зонтик. На самом деле ничего сложного нет. Хотя по времени здесь даётся 45 секунд. И всего лишь одна попытка. То есть если мы здесь что-то не то сделаем, то нас сразу убивает. Я слышу очень много выстрелов. Серьёзно, прям реально много. Фига себе там народу умирает. Неужели всем зонтики достались? Я думаю, что делать это с планшета или с телефона гораздо сложнее. То есть здесь я хотя бы вижу эту иголку. Вижу, соответственно, мышку. Понимаю, куда кликать. И таким образом всё это дело вырезаю. Вот, всё. Вырезал такую вот штучку. Зонтик называется. Давайте посмотрим, что же у других игроков. Смотрите, здесь у нас была звёздочка. Здесь у нас ещё один зонтик. Парень, по-моему, не знаю, успеет он справиться или нет. Потому что 6 секунд остаётся. А остальных либо застрелили, либо они уже прошли. Вот сейчас посмотрим, что будет с этим пареньком. Успел он или нет вообще. Непонятно. Смотрите, вроде пока живёт. Нет, я слышал выстрел. Нет, всё-таки его убили. Окей. Так, вот, теперь мы переместились в лобби. И сколько всего человек осталось? Здесь, кстати говоря, не пишет. То есть вообще должно здесь писать. Но почему-то здесь нет. Но так примерно, наверное, человек 20. Вот если я вот охвачу сейчас это всё дело взглядом. Человек 20 осталось сейчас. Будет судная ночь. Раздадут всем оружие. И, соответственно, выключат свет в этом помещении. Так, давайте-ка, может, перейдём сюда. Типа, я не буду вас бить. Давайте просто встанем. Тут какие-то две девочки. Да. Они достаточно дружелюбные. Пока просто стоим. Никто никого не бьёт. Ну и вроде бы все дружные. Так, чё-то какой-то парень залез. Давайте-ка аккуратно, ребята. Никто не хочет драться. Кстати, а это, наверное, реально круто. Когда игроки объединяются. А, нифига себе, мне битые замахнули. Ты чё, серьёзно, что ли? Какое плохое зло я тебе сделал? Зачем меня битой-то махать? Ты серьёзно, что ли? Да ну, успокойся. Так, а чё, меня реально могут вырубить сейчас? Давайте тогда тоже возьму биту. Фигня какая-то. Чё, это меня битые огрели? Офигеть, вот эта девочка. Я думал, она будет добрая. Она биту достала, как по башке мне треснула. Ужас какой. Так, не подходите никто ко мне. Полная темнота, ничего не видно. Может как-то... О, может сюда заныкаться? Смотрите, это вообще план гениальный. То есть я встал между кроватями. Если что, я так битые дам просто кому-нибудь по башке, кто будет лезть. Но вроде бы пока что никто не лезет. Да, это, конечно, было неожиданно на самом деле. И я считаю, что здесь огромное преимущество получают те игроки, которые играют в команде. Потому что когда, знаете, я вот сейчас играю один. Вот я тут заныкался с этой битой. Влево-вправо смотрю. А если бы у меня были напарники, допустим, 4 человека, мы бы просто могли бегать вчетвером и просто всех мутузить. Это было бы что-то нереальное. Но сейчас мне приходится выбирать тактику именно такого, знаете. Тактику краба, который просто сидит в своей... В своем, так сказать, в своей норе и не вылазит. И просто обороняется. И это, по-моему, пока что работает достаточно неплохо. Это с учетом того, что у нас остается 30 секунд до конца. Так, за мной пока что никто не бежит вроде как. Все нормально. Так, наверное, вот здесь встану, чтобы точно не достали. Да, я, наверное, кстати, никому не интересен. Потому что там куча игроков есть, которые файтятся. И, соответственно, с них больше спроса. Так, вот кто-то залез наверх. Но я думаю, что у меня не будет беспокоить. Хотя вон там что-то пытается, по-моему. Или мне кажется. Да нет. Кстати, на самом деле сюда даже сложно залезть. Вот я как-то сюда залез совсем случайно. То есть сюда забраться реально сложновато. Но при этом у меня получилось. Так, смотрите, остается 3 секунды. 1 секунда. И все, ночь заканчивается. Вот этот паренек бегает с маленькими жизнями. Но он выжил. Фига он дает. Молодец. Так, отлично. Кстати, по-моему, даже все выжили. Потому что я не вижу ни одного трупа. То есть я не вижу того, кто бы здесь умер. Реально, смотрите, все выжили. То есть хоть они друг друга и надавали битами там по щам. Но при этом все живые. Так, отлично. Переходим к следующей, третьей игре, друзья. И он называется Flood Escape. Floor Escape, точнее, извиняюсь. То есть побег по этажам. То есть, соответственно, что здесь надо делать? Сейчас будет вся эта комната огромная заполняться ядовитой водой. А наша задача просто бежать вверх как можно быстрее. Чтобы эта ядовитая вода нас не коснулась. Потому что если мы ее коснемся, то я думаю, и так понятно, что будет. Мы просто растворимся в этой кислоте. Здесь, кстати говоря, нужно быть повнимательнее. То есть не так важна скорость, как внимательность. Потому что сейчас будут препятствия. И если хотя бы одно препятствие проиграть, так сказать, паркур, да, то мы сразу упадем в эту самую кислоту. Хотя вот я вижу, игроки пытаются хитрить, пытаются срезать углы с помощью вот таких вот прыжков. Но я, наверное, этого делать не буду. Я не буду рисковать. Я хочу дойти до самого финала и, конечно же, победить. Поэтому выбираем тактику без рисков. Ну, пока что, кстати, все справляются. Вот здесь вот, возможно, будут трудности у кого-то. Но у меня трудностей никаких. Я все делаю быстро и легко. Нужно нажать на вот эту кнопочку. Давайте это сделаем. Вроде как нажали. Так, и теперь нужно бежать обратно наверх. То есть, кстати, кто-то схитрил, сразу понял, что нужно наверх. Ну, тоже хорошо. Вроде бы никаких ловушек я здесь пока что не вижу. Да их вроде бы и не было. То есть, пока просто бежим по лестнице. А вот здесь уже, смотрите, какие-то хитрости появляются, да? То есть, реально упасть можно вниз. То есть, если это дело все не заметить, но... Так, я чуть не заметил. Фига себе. Вот это было реально опасно. Это просто случайно сейчас так увидел и думаю, фига. Так, хорошо. Вода идет не так быстро. О, молодец, пацанчик упал. Вода идет не так быстро, поэтому я, наверное, не буду торопиться. Я просто делаю максимально аккуратно, чтобы не свалиться. Все, отлично, хорошо получается. И где у нас тут финиш? А, до финиша еще немножко. Можно пробежать вот тут, вот аккуратненько по кантику. И посмотрите, мы уже почти на финишной прямой. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот один человек добежал. Я второй, кстати, пришел. Это очень круто, это хороший результат. С учетом того, что я вообще не торопился. То есть, если бы я бежал сейчас на скорость, то, конечно, я, возможно, прибежал бы и первый. А, возможно, и вообще бы не прибежал, да? Мог бы упасть. То есть, и такое тоже бывает. Но, смотрите, большинство ребяток справляется. Это, конечно, огромный плюс. У нас будут конкуренты в следующих играх. И это будет достаточно интересно. Не то, что, знаете, все проиграли, а ты один остался и такой победил. То есть, придется еще немножечко побороться. Так, дружище, ты что, не знаешь, куда идти, что ли? Иди к нам. Иди к нам налево давай. То есть, я, кстати, в этой игре никому не желаю зла. Вот не знаю, как другие игроки. Но, судя по той девочке, кстати, это, по-моему, вот она, которая стукнула меня битой. То есть, она реально желает зла другим игрокам, хочет выиграть. Но я за честную игру, я никого не буду пинать. Пускай все будет честно. Так, смотрите, отлично. Наступает следующая игра. Здесь у нас в команде сколько? Три, четыре, пять человек. А у них сколько? А я отсюда, наверное, не увижу. По-моему, там шесть человек. Да, там шесть человек. Уже посчитал. Блин, и как мы их перетянем? То есть, наша задача будет сейчас тянуть трос. Ну, мне кажется, пять против шестерых. Я даже не знаю. Вот быстренько кликаем, кликаем, кликаем. Я на мышку очень быстро кликаю, прям максимально. Перетяну. Нет, не знаю. Блин, надеюсь, все понимают, что нужно делать. Просто кликать. Я не знаю, тянем мы, не тянем. Тяжело, тяжело. На самом деле, рука устает. Нас немножечко стаскивают. Блин, ё-моё, бедная моя мышка. Она сейчас просто сломается. Но я вижу, вижу, что все стараются. И с моей командой это хорошо. Но и с той командой стараются тоже. То есть, у нас сейчас очков примерно поровну. Нас пока что перетягивают. Не хочется, не хочется, не хочется, чтобы меня перетянули. Так, давайте, давайте стараться сильнее. Блин, слушайте, это прям что-то с чем-то. Я представляю, как люди играют с телефонов. И с телефонов гораздо сложнее. Ну, к тому, что их можно просто разломать со злости. Ааа, так. Вроде бы пока что идиот. Так. Давайте, давайте. Под конец нужно поднажать. Кто проиграл? Мы? Никто. Смотрите, ничья. Серьезно? То есть, такое может быть. Может быть, ничья. То есть, у нас силы были равны. Может быть, еще раз попробуем, друзья? Давайте-ка еще раз. Я с удовольствием готов попробовать еще раз. Смотрите-ка, нифига себе. Я даже не знал, что такое может быть. Я думал, обязательно кто-то кого-то должен перетянуть. Но нет. Получилась ничья. Окей. Это интересно. Так, дальше у нас идут стекляшки. Это, кстати, по-моему, одно из самых последних испытаний. У, друзья, ну не знаю. Вот и кто будет с собой рисковать, вопрос. Время у нас одна минута есть. Блин, ну, пацан, ну ты бы хотя бы на стекляшку прыгнул. Мы бы хотя бы узнали, какая левая, правая. Давайте попробуем воспользоваться немножечко методами такого, так сказать, лайфхака. Сек напишем. У меня читы. Хотя, на самом деле, никаких читов у меня нет. Сейчас влево. Нет, вправо надо было написать. Блин, а там, кстати говоря, кто-то схитрил. Он что-то как-то интересно прыгнул, на самом деле. Блин, он прыгнул чуть ли не на середину и выжил. Вы видели? Так, я, наверное, буду аккуратненько сюда прыгать. Смотрите, 30 секунд остается. Смотрите, как делают. Фига себе читеры. Так разве можно было? Ё-моё, друзья, смотрите, что творится. Я даже не знаю, как они это делают. 17 секунд остается. Блин, ну давайте прыгайте. Фига себе. То есть, можно вот так вот быстро просто прыгать? Фига себе, так можно было проходить? Серьезно? Ну, блин, тогда окей. Тогда я прошел. Смотрите, секунда остается. Блин, пацанчик упал. То есть, блин, здесь интересно сделано. Здесь можно прыгнуть на одну и успеть с нее спрыгнуть, если она обваливается. Ё-моё. Ну, это, кстати, я даже не знал этого. Но, тем не менее, смотрите, сколько игроков было. И сколько игроков уже осталось. То есть, осталось три человека. А в начале-то сколько было, вы видели? Это просто жесть. Сейчас, судя по всему, будет финал. И что же у нас будет в финале, интересно? Сейчас мы это с вами узнаем. А, нам дается 90 секунд, чтобы попинаться? Серьезно? Да я не буду ни с кем пинаться. Я за честную игру. Я просто залез сюда и буду ждать. Нет, я, наверное, даже схитрю. Я сделаю точно так же, как я делал в тот раз. Блин, что-то не получилось. Сейчас еще свет потухнет. Надо на третий этаж залезать как-то. Вот как-то я залезал. Блин, ну что свет вырубили? Я думаю, что никто не будет драться сейчас. Серьезно. Хотя, вон там кто-то что-то бегает. Я, наверное, вот так вот встану здесь и все. Ну, то есть, там, я не знаю. Там дружелюбные, недружелюбные игроки. Сейчас посмотрим. Блин, давайте, может, просто к ним подбежим. Не, фигня, идея. Что-то на меня бежит чувак. А что, можно на меня не бежать? Зачем, главное, он сюда идет? Судя по всему, он хочет меня достать, как я понял. А зачем я ему нужен? Блин, он меня хочет запинать, наверное. Потому что я-то зла никому не желаю. Смотрите, что происходит. Нет, вроде бы. У него еще такая походка странная. Посмотрите, прям какая-то максимальная. Может, нам реально его забить вдвоем? Да не, не, я не буду никого обижать. То есть, если на меня не нападают, то я тоже нападать не буду. Но за вот этим зрелищем посмотреть я не против. Посмотреть, что они будут делать. Я смотрю, они тут пинаются вроде как друг с другом. Я вообще в этом никакого участия не принимаю. Я просто смотрю. А мне, кстати, можно, знаете, схитрить и под конец выпрыгнуть и забить последнего, у кого останется меньше жизней. То есть, так сказать, я сразу, наверное, выиграю. Ну, сейчас посмотрим, что они там будут делать. Капец, они агрессивные, конечно. Можно было не бить, не драться. Но при этом они, смотрите, что делают. Друг друга пинают. Хотя это, наверное, больше девочка. В азарт вошла. И начинает пинать. Давайте отгоним ее. Типа, чтобы она успокоилась. Ну-ка, успокойся. На тебе по башке. Все, успокойся. Отлично. Получилось. Все выжили. Но вот мы будем знать, что вот эта девочка очень такая шалунья. Очень шалунья, которая хочет выиграть и готова просто за победу разорвать любого. Так, смотрим, что у нас дальше. Добро пожаловать в нашу следующую игру. Шары. Окей. В этой игре вы будете пытаться угадать, четное ли количество шаров или нечетное. Ага. Так, а у меня, кстати, соперника, по-моему, нет, да? Если вы отгадываете неправильно, вы теряете два шарика. Если вы отгадываете правильно, вы получаете один шарик. А если у вас закончатся все шарики, вы умрете. Ха, хорошая перспектива. Так, будет всего пять раундов. Попробуйте пройти через все, чтобы победить. Ха, да, ну, конечно, попробую. Интересно. А сколько здесь всего? Десять шариков? Ваши шары восемь. То есть тут просто угадывать нужно. Давайте четное. Знаете, даже кнопочка зеленая. Ну, тут как бы я даже не знаю, как угадывать. Выпало число одиннадцать. Я не угадал. Теряю два шарика, и у меня остается шесть. Так, правильно я же понял. Давайте еще раз попробуем четное. Кстати, а мне не пишет, сколько у меня шаров. Почему? Я почему-то подумал, что у меня восемь. А опять я не угадал. А сколько у меня всего шаров-то? Почему мне не пишет? Блин, я буду всегда выбирать четное. Я думаю, что может повезет, может нет. Но вот они друг против друга играют. А я что, сам с собой, что ли, получается? Так, я выбрал четное. Угадал. Окей. Третий раунд сейчас был, допустим. Давайте снова выберем четное. Сейчас будет четвертый раунд и пятый. Если мы все эти раунды выживаем, соответственно, мы проходим дальше. Да, интересно. Так, цифра семь. Ой-ой-ой-ой-ой. Кого-то выстрелили. Ой-ой-ой-ой. Как нехорошо, друзья. А мне-то что будет за это? Давайте еще раз четное возьмем. Я просто даже не знаю, сколько у меня шариков. Видите ли? Сейчас, не знаю, как повезет, не повезет. Может быть, тоже меня застрелили. Меня застрелили. Серьезно? Нет. Ну, почти. Ну, я же почти прошел. Я даже не знал, какое количество шариков у меня. Посмотрите. Ну, вот, вот он я. Давайте понаблюдаем. А что тот чел будет делать? Все. Он, типа, выиграл. Получается, он же один остался. Да. Похоже, он выиграл. Поэтому можем вернуться в лобби. Ну, друзья, это было интересно, я вам скажу. То есть, мне чуть-чуть не хватает. Тут просто реально везение. Я не мог знать. Мне не на что было прогнозировать. Я никак не мог угадать. Ну, просто вот так вот немножко не повезло. Но мы, считай, с вами дошли чуть ли не до самого финала. Хотя, наверное, это и был финал. Потому что остался последний игрок. Что ж, друзья, на этом мне пора с вами прощаться. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Ну, и, конечно же, включите колокольчик. Ведь если вы его включите, вы мне очень сильно поможете в продвижении моего YouTube-канала. Ну, а вы тем самым не пропустите выход новых видеороликов. На этом я с вами прощаюсь. Меня звали Лайтер. Всем хорошего настроения. И пока.